начинаем трансляцию включим присоединяемся приветствую вас начинаю трансляцию и пишет что слабое соединение надеюсь что у нас получится сегодня провести эфир да ну что же добрый вечер и присоединяемся каждый вечер в 200 я провожу трансляции прямые эфиры для моих подписчиков клиентов для тех кто хочет просто ко мне присоединиться привет привет всем кто ставит жалом лица моей трансляции и чтобы как можно больше женщин присоединилась и помолодела мы начинаем наш эфир сегодня на тему утренний уход что нужно делать что важно делать для каждой женщины по утра как разбудить лицо например поделитесь напишите как вы спите вы спите просыпаетесь если у вас отечность если у вас какие-то смятости помятости на лице а я пока я расскажу о себе меня зовут инна нефидовская я бьюти коуч и тренер по безоперационному лифтингу и я провожу трансляции каждый день показываю как можно большему количеству женщин разные приемы техники приглашал свои проекты то есть очень скоро у нас будут вебинары по теме омоложения на которых я дам очень много ценных техник и приглашал вас свои проекты потому что старение идет каждый день каждый день нужно делать маленькие шашки которые ведут большим результатом если мы хотим быть красавицами и сохранять надолго свою красоту и молодость и да вот сейчас вижу уже пишет отпечатывается подушка на лице наверняка оксана вы спите вот так на посмотрите если сейчас есть зеркало сделайте вот так посмотрите где у вас сминаются ткани или вот так сделайте посмотрите какое сжатие ткани идет и подумайте сколько времени на одном боку такое сжатие смина не ткани происходит что при этом если кожа возрастная она не успевает отправиться и тогда мы встаем и конечно же лицо помятая с этим надо срочно что-то делать кто со мной согласен поставьте лайки что и напишите да я согласна что с этим что-то надо делать до 49 лета конечно и для этого когда мы просыпаемся давайте такие первые разглаживающие процедуры массажные проведем я сегодня хочу с вами поговорить про похлопывание про хлопывание проглаживания . до проснулись ли вы видели что вы смятые смятые свои ткани увидели если есть под глазами отечности вас это не радует огорчает конечно отечность не радует скажем калкому на у кого она порадует для этого что мы с вами делаем давайте поделаем простые массажные движения которые разбудят которые простимулируют все лицевые нервы подкожные ткани разбудят у вас разглаживание начнется до активизируется обмен веществ улучшится циркуляция крови и массаж стимулирует акупунктурные точки когда мы начинаем простукивание кто вчера был на прямой трансляции кто вчера делал со мной рефлекторный массаж нравился массаж напишите да понравился массаж хотите узнать еще больше техник еще больше массажных приемов на разглаживание на исправление деформации который мы набираем в течение жизни кто хочет пишите да да гимнастика не помогает мы сейчас похоже я вам это отвечу елена напишите да кто хочет получить еще больше сейчас у нас закончится когда трансляция выше этого видео будет ссылочка на подарок для вас приготовила бесплатный видеокурс вы по нему проходите это секретные такие упражнения которые приносят очень большую пользу для лица то есть это экономия на салонах красоты фактически кто хочет получить этот видеокурс подарок регистрируемся по ссылочке и вы попадаете в мою рассылочку я вас приглашу на вебинары и начну вас обучать что делать с лицом по утрам что делать перед праздником по вечерам ночью как правильно спать как правильно смотреть улыбаться и собственно радоваться жизни как быть счастливой женщиной поэтому регистрируйтесь по ссылочке и приходите в мои проекты и так давайте вот вопросик елена написала почему гимнастика не помогает смотрите девочки когда вы делали вчера массаж рефлекторная я вам говорила для чего я я показала только некоторые приемы этого массажа я сказала вам что полностью вы получите его когда зарегистрировать свою рассылочку и на вебинаре на тренинге я вам полностью покажу первую часть мы вчера попробовать для того чтобы когда вы почувствовали у себя ткани многие впервые почувствовали что есть болезненные ткани то есть ткани которые больно трогать что это такое я вчера это рассказывала ткани фиброзные стареющие я вчера про это очень подробно рассказал да то есть они сплетенные спазмированные может быть скручены может быть укороченные кто видел себя в зеркале сбоку я говорила сделайте фотографию обязательно посмотрите на себя сбоку кто увидел себя что плечи вот так загибаются головка вперед подается и шейка то вот так в плечики ты и впадает у кого такое есть уже еще не заметили сейчас я объясню почему такое происходит потому что человек стареет костюмчиком вот сюда то есть наши кожаные одежды сваливаются вот так это спереди живот начинает нависать дальше плечики загибаются вперед головка впадает в плечики вот так появляется холка шейка укорачивается соответственно здесь все висает а сзади вот так все накидывается если вы хотите омолаживаться вы думаете организм стареет вы делаете только несколько упражнений вам поможет нет напишите согласны со мной что омоложение это омоложение всего организма они несколько упражнений как мне пишут несколько например мои подписчицы иногда женщины просят иногда мне только упражнение на носогубки а дай мне только вот этот морщин вокруг глаз а дай мне только от нависшего века на самом деле это говорит о том что женщина просто не знает свое лицо она не чувствует свои ткани она не понимать что такое омоложение что если она поделает вот здесь что-то потренирует разве у нее омоложение наступит в организме конечно же не наступит и вот девочки пишут да совершенно согласны поэтому заниматься надо всем организмам то за мной согласен что заниматься нужно системно а не сделать несколько упражнений и ждать что помолодеешь на 150 лет кто сама согласен что нужно заниматься полностью всем телом если я занимаюсь своим телом то я могу пробежку сделать на несколько километров как молодой организм я могу у меня гибкий эластичный позвоночник как в 20 лет гибкостью позвоночника у меня очень высокая подвижность суставов что еще все характеристики то есть отслеживаю характеристики молодого организма и внедряю у себя вот и все дальше это начинаю тиражировать тем кто хочет заниматься омоложением тем кто хочет долголетия и помогая девочкам это делать надеюсь что ты делала свой вопрос поэтому именно поэтому приглашаю вас свою рассылочку чтобы вы и упражнение гимнастику на лица поделали чудесное упражнение который очень прият и массажиком научились скульптурировать свое лицо те деформации которые в течение дня мы получаем чтобы от них освобождаться и так что же мы сейчас делаем значит проснулись утром подошли к зеркалу и начинаем я сказала вам сегодня покажу два приема прием на прохлопывание очень эффективный для утра и дальше мы все это разгладим итак начинаем мы с шеи разогреваем ручки до горячего состояния улыбаемся мы занимаемся красотой улыбаемся и настраиваемся на очень приятное состояние ручки разогрели и начинать будем с шеи сейчас будем делать такие прохлопывания примерно три пальца можно четыре так соединить и начинаем не затрагивая щитовидку начинаем пробуждать мышцы шеи вот таким движением раз два три 4 5 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 раз на 3 4 5 раз 2 3 4 5 дальше 1 2 3 4 5 1 2 2 3 то есть такое прохлопывание достаточно ощущаемая но естественно не болезненное сейчас делаем вот такое проглаживание на то место можно тыльной стороной на то место где похлопали делаем проглаживание 1 2 3 4 и здесь уже можно зону щитовидки пройти ну то есть очень мягко очень нежно вчера рассказывал что здесь нужно очень мягко очень нежно делать прошли сделали проглаживание дальше смотрите обязательно поработайте чтобы костюмчик ваш не падал вперед сделайте компенсационную программу то есть плечами сейчас делаем вот такое движение например круговое движение плеч плечом делаем и головой тоже делаем медленно вот такой круговой как раз два три 4 медленно делаете 5 я может быть даже быстро делаю надо еще медленнее дел и с другой стороны 1 смотрите что я делал я плечи назад выворачиваю чтобы осанночку выправить потому что молодой организм когда спинка ровненькая красивая грудь вперед и делаем 1 2 3 4 дальше делаем еще несколько упражнений делаем вдох на задержке вот такое давление вниз не больно очень мягко очень мягко шеи не любят резких движений вдох задержка дальше вдох задержка сейчас подняли нависшее веко вот таким образом подняли посмотрели вот я подняла и и сейчас голова прокидывается назад вдох задержка вдох задержка можно вот так сделать три-четыре раза для того чтобы выправить выправить значит шею выправляем осанку выправляем и уже дальше идем к овалу лица валу лица и давайте поработаем с подбородком теперь овал лица и 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 и теперь таким движением как будто мы ткани вот так поднимаем 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 и с удовольствием прям найдите такое прикосновение которое прям вот наслаждение приносит дальше другой рукой 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 и теперь прогланили 1 2 3 4 теперь дальше идем зона носогубок и щек сначала носогубки что такое носогубки это не вот эта линия которая вот здесь только вы увидите это вся зона щечная которая начинает с возрастом падать к носу поэтому что мы делаем сначала мы активизируем активизируем эту зону и дальше уже начинаем ставить ткани на место которые падают и начинаем делать вверх 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 до 3 1 2 3 1 3 раз три 4 5 а теперь по массажным линиям начинают делать вот отсюда первая линия овал раз два три раз два три раз два три двумя руками раз раз значит такое движение как будто вы расправляете на то есть деформация когда смятой ткани подушка отлежали залежали и начинаем по линии раз-два-три-четыре раз сейчас подождите я забаню тут одну умницу которая такая умная у нас сейчас мы ее забаним сейчас к сожалению мешает у меня хорошо я потом забаню тут очень помогать так и значит первая линия вала начинаем так раз два три четыре раз два три четыре дальше вторая линия уголки рта к ушам раз 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 поднимайте да вот эту линию раз 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 как будто взбиваете ткани и третья линия это уголки носа уже висок это вот сюда мы идем и всю щечную область вот так взбиваем раз два три четыре раз четыре раз два три четыре раз два три четыре переходим глазам и глазам и сначала давайте вот так прогладим пробудим эту зону да то есть утром смотрели на себя смотрели на глаза сначала пальчиками прогладили потом начинаем прохлопывание и смотрите прохлопывание можно пальчиками сначала такую легкую сделать компенсационную программу поднятие нависшего века вот смотрите я сделала несколько движений вы видите разницу этот глаз и этот глаз это я сделала несколько движений понимаете насколько важно компенсационная программа то есть пальчиками взбиваете наверх те ткани которые у вас упали из другого глаза чтобы выровнялась посмотрели глазки высокие века не убрали на весь нависшее века и дальше начинаем уже по всему глазу так 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 4 3 1 2 3 1 2 3 4 5 и сейчас уже можно перейти в зону где лоб у нас и поднимать ткани там потому что нависший века мне отсюда начинается она шапочка падает вниз на глаза соответственно вся зона еще раз вам костюмчик падает вперед соответственно здесь у нас нависший века и мы начинаем с вами поднимать раз два три четыре два три четыре поднимаем раз-два-три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре вот таким похлопывающими движениями 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 прогладили прогладили и теперь самое приятное у нас начинается то что нам нужно все закончить разглаживанием то есть мы с вами активизировали утром а теперь это все нужно прогладить что мы делаем ручки до горячего состояния и начинаем 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 дальше шея овал лица выглаживаем вверх раз теперь щеки поднимаем до 1 2 3 можно вот таким и самое приятное то есть если есть желание конечно лучше и полезнее пробудить всю голову и тогда вы уже делаете такое умывающее движение вместе с головой вы можете сделать активирующий массаж на голову потому что это очень полезно тем более если волосы начинается возрастом подать чувствуете что есть проблем обязательно активируйте корни волос и делаем такие умывающие движения и тогда на самом деле на все это уходит не больше пяти минут делитесь со мной что вы сейчас чувствуете понравилось ли вам какие у вас ощущения приятно ли вам разгладилась ли визуально ваше лицо рада ли вы тому как вы выглядите может быть какая-то легкость появилась и очень важно поделиться чтобы другие кто еще этим не занимается почитали тогда ваши комментарии и сказали да если 100 человек это сделала и это здорово наверняка в этом что то есть да вот марина писала отлично еще кто делал со мной вместе поделитесь и я скажу еще дальше что я порекомендую для лица утром пока вы пишете расскажу вам что какая есть еще альтернатива альтернатива умыванию да да ну мне важно видеть свое лицо я вижу каждый день мне важно видеть как вы выглядите для этого я могу только прочитать то что вы пишете поэтому и прошу поделиться если вам понравилось поставьте лайки поделитесь этой трансляции со своими друзьями марина написала здорово отличное ощущение спасибо марина что участвовали а клава написала замечательно еще кто поделится кто расскажет что мы еще с утра делаем я рекомендую делать вместо умывания или с умыванием протирать лицо кусочками льда единственное противопоказание если конечно кожа куперозная то это не рекомендуется а вот если например обезвоживание если кожа сухая то это очень хорошо это позволяет питанию увлажнению такому очевидному происходить кожа разглаживается потому что талая вода отличается очень сильно биологической активностью и вы стимулируете обмен веществ вот наталья пишет спасибо огромное буду обязательно пользоваться отлично да хорошо только я хочу сказать что за короткую трансляцию я не успею рассказать вам полностью весь уход что можно использовать я даю только общие рекомендации на общую группу но у всех лица индивидуальные да вот сейчас кстати поговорю у кого-то сухая кожа у кого-то жирная одному одни рецепты подходят другом другие одному гимнастика помогает другому не помогает поэтому все таки вас приглашаю свои проекты в рассылочку выше этого видео будет ссылочка с бесплатным моим подарком для вас зарегистрируйтесь приходите в ссылочку чтобы именно рецепты для вас были которые вам помогают и значит что у нас со льдом очень полезно потому что поры сужаются у кого расширенная кожа расширенные поры ссоре 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 ошиблась потому что быстро говорю у кого поры расширенные вас это огорчает вот после того что я сейчас расскажу поры сужаются кожа становится эластичнее исчезают даже мелкие морщинки что очень приятно то есть разглаживается на самом деле старение замедляется румянец появляется естественный который так не хватает а хочется и как приготовить косметический лед понятно что в морозилке развития в емкости но с какими составами будем пользоваться давайте поговорим и она поделилась лицо отдохнувшие очень понравилось спасибо татьяна приглашаю вас в рассылочку да спасибо людмила что поделилась людмила молчанова поделилась моим видим благодарю вас за это да дальше идем значит сухая кожа у кого сухая кожа записывайте потому что потом уже этот рецепт я повторять не буду для сухой кожи берем для кубиков настои например мята и подорожник то есть если протирать кубиками настои мяты и подорожника а затем когда сделали кубиком вы протираете лицом маслом можно оливковым льняным очень хорошо оливковым либо маслом специальным каким-то для лица дальше нормальная кожа какие кубики делаем для нормальной кожи настой из ромашки шалфея липового цвета записывайте успевайте шалфея липовый цвет или лед из фруктов и ягод дальше для жирной кожи для пористый у кого поры расширенные люди делаем из цветков календулы листья лопуха береза зверобой можно все вместе отвар например один к одному с водой делаем то есть например отвар трав одна часть и отвар и вода один к одному все это разливаем в кубике замораживаем дальше очень полезно если кожа жирная делать лед из крепкого чая ставим морозилочку замораживаем и точно также протираем по утрам поры начинают сужаться очень приятно можно добавлять ложку лимонного сока или яблочного уксуса и тогда подсушивает и тонизирует этот состав вот такой кубик льда кожу что тоже очень приятно например кого кому не нравится беспокоит кого блестящая кожа что делать тогда делаем кубики из томатного сока представляете и он кожа становится матовые после этого конечно желательно со свежих помидоров давить берем и столовые ложки свежего сока томата и смешиваем с одной чайной ложкой сока петрушки и разливаем формочки замораживаем получается вот у нас кожа тогда перестает блестеть дальше гривая сыпь у кого очень хорошо делать соленый лед знаете вы про это столовую ложку обычной соли растворяем в кипятке и замораживаем формочках дальше кубики льда берем массируем лицо пока он полностью не растает и потом умываемся холодной чистой водой вот такой крем массаж и очень хорошо делать из петрушки из отвара петрушки крем массаж очень хорошо делать делаем кубики по линиям по линиям да все просмотры ссылки сейчас бесплатные значит из петрушки столовую ложку измельченной зелени петрушки заливаем одну четвертую стакана кипятка постояла час примерно петрушка и разливаем замораживаем формочки это для всех типов кожи очень омолаживающий состав у кого пигментные пятна кому дайте рецепт пигментных пятен сейчас да светлана груздева у нас закончится трансляция выше этого видео будет ссылочка приглашение на бесплатный видеокурс вы попадете на рассылочку для того чтобы дальше уже продолжать со мной в каких-то проектах омолаживаться проходить разные техники приемы и так далее получать рецепты значит у кого то есть пигментные пятна вам поможет да алена бойко лимонными лед делаем лимонный лед с травами то есть два стакана кипятка легко запомнить две столовые ложки календулы дальше значит завариваем через 20 минут сюда добавляем две столовые ложки лимонного сока и разливаем формочки заморозили еще раз 2 до календула сухую свежую конечно всегда если что-то свежего но лучше поэтому сейчас вот если лето начнется набираем календулу то конечно лучше еще раз два стакана кипятка заливаем две две столовые ложки календулы и ну примерно 20 минут у нас этот кипятке заваривается дальше туда две столовые ложки лимонного сока разливаем полу формочки замораживаем и где у нас есть пигментные пятна вот этим дом криомассаж мы делаем для того чтобы уменьшить избавиться от пигментации очень хорошо помогает разгладить морщины кубики мятного льда вот такой секрет на наш на наш конец нашей встречи мы приготовили для вас кубики мятного льда от морщин очень просто мятный лед готовится листья мяты завариваем кипятком остужаем замораживаем кубики мятного льда только освежат вашу кожу лица но и на шее делаем область декольте делаем и вообще хочу сказать что знаете ли вы что можно криомассаж делать вообще на все тело и очень хорошо целлюлита целлюлит боится холода потому что капиллярчики сужаются целлюлитные отложения разрушаются и в результате чего образуется жидкость а жидкость уже можно выводить так токсины и шлаки вместе с жидкостью хорошо выходят поэтому можно применять это уже тогда замораживается другие количества но об этом уже я расскажу вам в своем тренинге которые скоро у меня будет умная приходит приходить ко мне в рассылочку регистрируйтесь и вы все знаете ну и собственно все молочный лед можете делать для разглаживания гусиных лапок молочный лед в этой зоне очень хорошо разглаживать гусиные лапки да и на сегодня я сейчас буду заканчивать и хочу вам сказать что моей прямой трансляции идут ежедневно примерно периоде с шести часов до девяти вечера где-то вот в это время когда успеваю провожу навсегда в записи на странице вконтакте фэсбуке вы можете посмотреть в записи потому что записи перекрепляя сверху и еще раз напоминаю что на таком эфире я могу сказать только минимум информации наверняка вы понимаете что сегодня мы уже с вами на эту тему поговорили что старение лица этому какая-то морщина это не здесь старение идет ежедневно и на всем организме и для того чтобы помолодеть и сохранить красоту и молодость нужна система и вы с этим сегодня согласились поэтому приглашаю вас обучаться системно они какие-то бесплатные куски знаний там схватили там схватили там схватили а потом в результате оказалось что тут не помогло тут не помогло тут не помогло и начинает разочарование приглашаю вас выше этого видео будет ссылочка регистрируйтесь приходите ко мне и будем заниматься в вашей красотой молодости будете желать видеть себя в том возрасте в котором вы хотите быть с вами была и на нефедовская ставьте лайки напишите понравилось ли вам наша встреча поделитесь со мной и я вам отвечу в комментарии а на сегодня все всем пока пока красоты вам молодости девочки а